Валерий Седов 23 июля отмечают День дачника. Жаркие выходные. Прогноз погоды от синоптиков. В понедельник, 22 июля, президент России Владимир Путин назначил Павла Молкова председателем комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению эффективная и конкурентная экономика. В тот же день Рязань с рабочим визитом посетила министр культуры России Ольга Любимова. Это и многое другое обсудили на заседании правительства. В начале заседания правительства глава региона Павел Молков рассказал о рабочей поездке в регион министра культуры России Ольге Любимовой, в ходе которого обсуждались планы развития учреждений культуры, восстановления объектов культурного наследия при поддержке федерального ведомства, реализация большого пешеходного маршрута «Рязань-Пешеходная». Губернатор отметил, что Минкультуры страны оказывает огромную поддержку региону от реставрации, ремонта и строительства объектов до поддержки творческих коллективов и насыщениями яркими событиями культурной жизни области. Другая новость. В понедельник, 22 июля, президент России Владимир Путин назначил Павла Молкова председателем комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению эффективная и конкурентная экономика. Приоритеты уже определены. Здесь два ключевых приоритета. Первое – это все, что касается развития малого и среднего предпринимательства. И второе – это все, что касается эффективной экономики, повышения производительности труда. И там огромный пласт работы, огромный пласт проблем. Собственно, уже раньше действовали национальные проекты, которые позволили серьезно продвинуться вперед. Сейчас вот эту работу, которая уже делается, системно реализуется на федеральном уровне, нужно и дальше совершенствовать, собирать обратную связь с малого бизнеса, среднего бизнеса, с крупных предприятий, которые участвуют в программах по повышению эффективности. Собирать вот эту обратную связь и встраивать ее в целом в систему принятия решений и предлагать новые решения, которые позволят нам и дальше уверенно развиваться. Поговорили о поручениях губернатора. Реставрация стоматологических кабинетов, при том как в городе, так и в области. За этот год уже поменяли 54 стоматологических кресла, возраст которых от 25 лет. На этот год у нас планы заменить еще 20 стоматологических установок. И это оборудование появится в Ряжском районе, в Касимовском, в Александровском, в ряде структурных подразделений города. Это 20 единиц. В настоящее время мы завершили подготовку к конкурсной документации, вносим последние коррективы и через неделю передадим в центр закупок. Поэтому до конца этого года оборудование будет поставлено и внедрено. Хорошая новость. Появится филиал детской стоматологической поликлиники в Дашково-Песочне. Помещение уже подобрали. Запустят стоматологию в первом квартале 25-го года. После перешли к теме водоснабжения. Так, действующей скважине в деревне Мишуково Касимовского района больше 70 лет. Здесь было поручение по ремонту водозаборного узла. В населенном пункте Мишуково планируем установить водонапорную башню в октябре текущего года. Работы ведем с использованием средств региональной поддержки. Району был выделен бюджетный кредит в сумме 3 миллиона 600 тысяч рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения при подготовке к зимнему периоду 24-25-го года. Павел Малков отметил, что главное это успеть к отопительному сезону. В Касимовском районе с задачей это обещают справиться. Павел Малков отметил, что повышение качества воды – важное направление работы. Тут используются все возможности, включая поддержку федерального проекта под названием «Чистая вода». В районах строят станции водоподготовки, обновляют сети и оборудование. Однако главное здесь – контроль, добавил губернатор. Следующий вопрос на повестке дня – уборка города. Жалуются люди на сквер Скобелево, парк «Братство по оружию» и имени Белякова. Если говорить про окос травы в городе Рязани, то финансирование мы увеличили в несколько раз. Площадь окоса по сравнению с 2023 годом уже на сегодняшний день в два раза больше. Если говорить конкретно по тем локациям, которые были указаны, по скверу Скобелево. Скобелево окос проводили 19 июля, лавочки покрашены, ремонт плитки проведен по ступенькам на этой неделе. Кусты и трава пострижены на прошлой неделе, и спил деревьев у нас запланирован на август месяц. Ежедневно мы вывозим мусор из всех парков, а графика по окосу – раз в месяц. Недоработки есть всегда, абсолютно всегда, но не бывает все идеально. Конечно, я вижу, с одной стороны, прогресс. Сейчас убирается лучше, чем год назад, два года назад. С другой стороны, точно так же вижу, что трава не везде окошена, не везде все идеально убрано на улицах. Далеко не все хорошо в парках, и многое-многое другое. Поэтому здесь необходима системная работа. Мы сегодня об этом говорили с главами муниципалитетов. Во-первых, нужно выстраивать, как я сказал, систему, чтобы была техника, люди, расписание, контроль за исполнением работы и так далее. А во-вторых, нужно очень серьезно работать с обращениями граждан. На повестке дня – проект постановления в связи с изменениями мер соцподдержки. Вместо месячного проездного билета стоимостью 446 рублей вводится оплата проезда льготной категории граждан в размере 50% от установленной стоимости проезда в транспорте общего пользования. Проект постановления прошел все необходимые согласования. Прошу одобрить принятие проекта постановления. С какой даты предполагается вступление силы постановления? С 1 сентября на территории Рязанской области. Следующий вопрос – упрощение процедуры получения разного рода услуг. Если точнее, единовременная выплата при рождении ребенка теперь будет перечисляться без дополнительных заявок. Данные будут брать из системы ЗАГС. А для многодетных семей планируется выдавать удостоверение, подтверждающее таковой статус каждому родителю. Сейчас такое выдается только одно – на всю семью. Закончилось заседание правительства традиционным списком обращений из соцсетей. В этот раз с большим отрывом на первом месте сфера ЖКХ. 888 обращений за неделю. Причина обращений – жалобы на отключение света. Уже не раз мы эту тему поднимали, обсуждали. Здесь причины две. Во-первых, это многолетнее даже не недофинансирование, а полное отсутствие финансирования развития электросетей, из-за чего нагрузка росла, сети приходили, упадок, получилось то, что получилось. А второе – я вижу выпиющий непрофессионализм ответственных должностных лиц в нашей организации городских электросетей. Пока я это называю непрофессионализмом, ну а дальше, как это интерпретировать, будем смотреть. По обеим этим причинам будем принимать серьезные меры. Финансирование надо выделять и системно развивать сети. В остальном – топ-5 без изменений. Здесь же жалобы на дороги и благоустройство. О последнем, кстати, на правительстве уже говорили. И тем не менее, губернатор отметил, что каждая жалоба должна быть отработана. День дачника в России отмечается 23 июля. Пока он малоизвестен, слово «дача» у каждого человека имеет свои ассоциации. Одни приезжают туда отдохнуть, другие – поработать, а кто-то совмещает полезное с приятным. Появившееся еще в 18 веке понятие «дача» со временем изменило свое значение. Сначала это было загородное имение, позднее – дом с приусадебным участком. В 90-е же дача была спасением для многих россиян. Ведь была возможность вырастить фрукты и овощи и сделать из них заготовки, которых могло хватить почти на весь следующий год. Сейчас у каждого дачника свои цели. Татьяна Кулешова по образованию – агроном. Но после выхода на пенсию она не смогла без работы с землей и нашла свою отдушину именно здесь. Нравится все. И сам процесс возделывания земли, уход за растениями во время их вегетации. Ну и, естественно, самая радость – это уборка урожая, когда видишь поводы своего труда. Сейчас на участке она сажает всего по чуть-чуть, чтобы и себе хватило, и внуков угостить. У нее на огороде расположились капуста, баклажаны, лук, морковь. Некоторые овощи уже собраны. Например, чеснок. Также есть и ягоды. На грядке клубника, а на кустах – малина. К ней особенное, трепетное внимание. У Татьяны Кулешовой для нее даже есть специальная установка, чтобы кусты не лежали на земле. Ведь от этого они болеют. Вот стойки, три стойки на ряд, и вот натянута проволока в трех местах тоже. Вот одна, вторая и снизу там. За многие годы посадки огорода урожай был разный. Где-то больше, где-то меньше. Но один из последних удался на славу. Оценку бабушкиному труду дал внук. Из достижений я могу назвать то, что до сих пор мне нравится. Это мои помидоры, выращенные уже здесь, на этом участке. Когда внук маленький мой, увидев их, сказал, бабушка, какие у тебя большие тыквы. Иностранцам сложно понять широкую русскую душу. Что такое дача, осознать еще труднее. Но людям, живущим в нашей стране, достаточно произнести слово. И каждый сложит свою картинку этого места. Анастасия Арт, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В этом году метеорный поток Персеиды можно будет наблюдать 17 июля по 24 августа. Пик, когда космические ливни станут наиболее яркими и заметными, придется на две летние ночи. С 11 на 12 и с 12 на 13 августа. 100 метеоров в час. Именно столько космических тел можно наблюдать во время потока Персеиды. Звездный дождь обещает стать ярким и заметным даже без специального оборудования. И хотя самый пик космического шоу придется всего на две летние ночи. С 11 на 12 и с 12 на 13 августа метеоры будут лететь вплоть до 24 числа. В Солнечной системе существует достаточно много пыли. И вот эти мелкие пылинки, когда Земля в своем движении со скоростью 30 км в секунду вокруг Солнца проходит, они попадают в атмосферу, там сгорают. Мы наблюдаем явление, которое называется метеор. То есть метеор – это явление. А вот если пылинка большая, и она не успела сгореть, упала, тогда мы можем подобрать метеорит. Вот такая разница в названиях. Добравшись до Земли из космических глубин, миниатюрные частицы дарят всем любителям астрономических явлений захватывающее зрелище. Происходит это всего 4 раза в год. Метеорный поток Персеиды, или как его еще называют Августовский звездопад, известен человечеству уже около 2000 лет. Первое упоминание о нем есть в китайских летописях от 36-го года нашей эры. Кроме постоянного, такого пылевого слоя в Солнечной системе, имеются остатки старых комет. Комет разваливается постепенно, и по орбите комет движется уже не комет, как мы видим, с хвостовым, это тоже пыль выбрасывается из головы кометы, а пылинки, из которых комета когда-то состояла. Если Земля попадает в этот поток пылинок, то мы наблюдаем резкое увеличение уже активности метеоров. Родоначальница потока Персеиды комета Свифта Тутля, открытая в 1862 году. Точку на небосклоне, откуда летят метеоры этого потока, называют радиантом. Именно по его положению, реже по имени кометы родоначальницы, получает название поток. Радиант звездного дождя Персеиды расположен чуть выше созвездия Персея. В полной мере насладиться зрелищем, конечно, можно, лишь за пределами города, обратив свое внимание на северо-восток. С давних пор метеорному потоку придает мистическое значение. Считается, что желание, загаданное на падающую звезду, обязательно сбудется. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Погода в Рязани наконец пришла в климатическую норму. По словам синоптиков, самой высокой отметкой станут 27 градусов в грядущие выходные. Малооблачно с небольшими осадками. Такой прогноз до конца рабочей недели дает рязанцам региональный гидромедцентр. При этом температура на столбике термометра останется комфортной. Днем до плюс 26, ночью до плюс 15. В ближайшие дни наша область будет находиться под влиянием отрогов антициклона. Антициклон северный, но воздушная масса у нас достаточно теплая. Поэтому до пятницы, включая пятницу, нас ждет достаточно комфортная летняя погода. Почти в пределах климатической нормы. Только в четверг возможны небольшие дожди, местами могут прогреметь грозы. Температура днем будет колеваться до 26 градусов примерно тепла. Ночи пока прохладные, местами даем плюс 11 всего. И хотя дожди ожидают далеко не во всех районах области, зонтик все-таки лучше захватить с собой при выходе из дома. Пока погода после жарких дней на время остыла, геомагнитная ситуация заставит понервничать на этой неделе. Очередная вспышка на Солнце вызовет шестибальную магнитную бурю, которая продлится от 6 до 12 часов. В 19 веке, когда стала развиваться радиоастрономия, затем нейтринная астрономия, рентгеновская и так далее, выяснилось, что на Солнце могут происходить вспышки. А пятна являются как раз показателем активности, будет ли много вспышек. В настоящее время Солнце приближается к максимуму своей активности. Его прогнозируют где-то на конец 24-го, начало 25-го года. Поэтому вблизи максимума количество вспышек на Солнце увеличивается. При вспышках огромное количество солнечных протонов, электронов, ядер разных атомов летят в разные стороны, и некоторые попадают в Землю. Визуально это может проявляться в виде красивого свечения, северного сияния, а также отражаться на физическом самочувствии человека. Так специалисты отмечают, что в дни магнитных возмущений растет показатель смертности от инфарктов и инсультов. Плохо себя чувствовать могут метеочувствительные люди и те, кто страдают патологиями сердечно-сосудистой системы и нервными расстройствами. Они могут ощутить головную боль, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления. И хотя, как правило, влияние магнитных бурь на человека преувеличены, в такие дни лучше исключить тяжелую пищу, а также алкоголь и крепкий кофе. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова